Девушки отдыхают Девушки отдыхают Надеюсь, он здесь не простудится Или все-таки лучше позвать врача Вы всегда засовываете незнакомых мужчин в шкафы? Просто я хотел побеседовать с вами одной с глазу на глаз Мне так много рассказывали о вас Кто? Африканец А вы, случайно, не тот самый террорист, о котором мне недавно говорил один Грубиян? Грубиян — это комиссар Розен А он не сказал вам, что заставит вас съесть ваши ботинки? Нет, он их назвал тофельками А что ему нужно? Кому? Розену? Ему нужно убить меня Но прежде ему нужно меня поймать А чтобы меня поймать, он рассчитывает на вас А вы сами что задумали? Вы действительно хотите убить Нджа? Это было бы вам неприятно? Совсем нет, сейчас не об этом идет речь Но если вы убьете одного, а второго навсегда запрете в шкафу То я останусь ни с чем Образно говоря Давайте договоримся Я вам оставлю Нджала еще на некоторое время Чтобы вы успели выкачать из него как можно больше денег А за это вы окажете мне одну услугу Услугу? Да Вы скажете Розену, что я задал вам уйму вопросов Относительно охраны Нджала Количества его телохранителей Местонахождение его кровати Каковы его привычки и тому подобное А зачем вам это? Это не даст Розену спокойно спать А в его деле, когда человек не высыпается У него дрожат руки, зрение теряет свою остроту В общем, таким образом вы оказали бы мне большую услугу Он просил меня задержать вас И позвонить ему А вас кажется, это веселит Нет, ну я бы с большим удовольствием задержала вас тут Но звонить бы ему не стала Где этот сумасшедший? Кажется, он сказал, что он шпион Очнулся Да ничего вам на это не скажу Я не стану задавать вопросов Но прошу вас выйти вон Прошу прощения Я уже ухожу Пикерова пришел к своей Коломбине И Реликин удаляется на цыпочках Ты отсюда не сможешь выйти Там у дверей двое полицейских Они тут же схватят тебя Ничего страшного У меня перед ними есть одно преимущество Я застану их врасплох Прошу прощения Прошу прощения